Приветствую вас, давайте мы сразу проясним с вами несколько важных, на мой взгляд, моментов. Первый момент, то, что психологи не дают совета. Второе, это то, что у вас есть противоречия в том, что вы вот с одной стороны пишите, что он как справится с обидой по отношению к молодому человеку. С другой стороны, вы говорите о том, что обиды вроде как нет, вы просто пытаетесь проанализировать эту ситуацию, да? То есть тут вот не совсем понятно, есть обида или нет. Вот. Самое, что противоречие. Это второй момент. И третий момент заключается в том, что действительно нужно говорить человеку, что вам нужна помощь. Здесь я, пожалуй, даже спрошу, а почему вы сомневаетесь в том, что нужно говорить о том, что вам нужно? Стесняетесь ли вы, стыдитесь ли вы того, ну, что вам хочется? Или по какой-то иной причине вы считаете, что другой человек должен догадаться, что вам нужна помощь? Или если вы попросите у человека поддержки, и он поддержит, то это будет уже не поддержка, а что-то другого? То есть вот, ну, этот момент нужно также раскрыть. Дальше, значит, как справиться с обидой по отношению к молодому человеку? Смотрите. Во-первых, ни с какой обидой справляться не нужно. В том смысле, да, что вот именно справляться. Им именно справляться ни с какой обидой не нужно. Потому что, если у вас обида появилась, значит, у нее, у этой обиды есть основания. И в первую очередь, основание для обид является неоправданное ожидание по отношению к молодому человеку. В основе ожиданий лежат потребности и желания, ответственность, за которые вы перекладываете на другого человека. Здесь особо не важен кто, здесь особо не важно кто, здесь особо не важно кто, здесь самое важное то, что вы это делаете. То есть, у вас есть определенные потребности, у вас есть определенные желания, но вы ответственность за эти свои желания перекладываете на другого. На молодого человека своего, допустим. И из-за этого, собственно, и получается такая история, что вы вроде как в зависимости находите от своего мужчины. Вроде как в зависимости, потому что вы чего-то хотите, а дать вам это чего-то может только по вашему мнению молодой человек. Отсюда, соответственно, и обида. То есть, вы разочаровываетесь, вы неудовлетворены, и это нормальное состояние. Ну, то есть, это естественное состояние, неудовлетворенность. Но только вот ответственность за эту самую неудовлетворенность вы возлагаете на своего молодого человека. Опять. Вот. Не на себя, а на молодого человека. Поэтому, справляться, справляться именно с обидами в общем и целом не стоит. Наоборот, необходимо раскрывать причину ваших обидов, необходимо раскрывать основания для ваших обидов. И смотреть, что, собственно говоря, какие, собственно говоря, потребности вы пытаетесь удовлетворить. Да, и, соответственно, что у вас не получается. Что и почему у вас не получается удовлетворить. Дальше. Мы уже давно вместе, более четырех лет. Полтора года назад у меня были проблемы с женским здоровьем, кромофизических проблем. Мне было очень тяжело эмоционально. Мне просто необходима была поддержка со стороны, так как это было очень лично. Вы знаете, Валерия, здесь ситуация складывается таким образом, что, с одной стороны, я вас, конечно, понимаю, я понимаю, что вам нужна поддержка. Я понимаю, что вы, что вы, вот, испытываете повредность в поддержке, но, с другой стороны, есть ощущение, что у вас не совсем верное, не совсем конструктивное отношение к возможным проблемам. Своим, в том числе и проблемам, в том числе и проблемам, вот, эмоционального напряжения и так далее. То есть, грубо говоря, ваша определенная жизненная позиция предполагает наличие других людей, которые бы вас поддержали. Что, в свою очередь, означает, что то, что с вами происходит, является чем-то неправильным, чем-то, чего быть не должно. Вот из-за этого представления, что вот то, что со мной происходит, такого быть не должно, из-за этого представления возникает потребность поддержки. Мол, вы меня поддержите, потому что сама я не справлюсь, сама я не справлюсь, потому что этого быть не должно со мной. Но с чего вы решили, сейчас с вами, такого быть не должно. То есть, с одной стороны, да, бывают ситуации, когда, действительно, вот, есть такой критический момент, в котором, ну, кто-то может вас поддержать, да, может, не обязан, но может. А обиды в данном случае предполагает обязан от молодого человека поддерживать. То есть, поддержка это всегда исключительно добровольная история. Вот. И, а вы, вот, как бы, ну, вы, конечно, прямо не принуждаете молодого человека, человека вас поддерживать, но, ну, а вы считаете, что он обязан был это сделать. Вот. И в этом, наверное, тоже есть определенная сложность, да, вот, вы говорите, просто необходимой была поддержка. Вот, что-то необходим, понимаете, вот. Сложность заключается в том, что поддержка необходима. То есть, вы, с одной стороны, считаете, что ваши проблемы настолько тяжелые, что вам необходима поддержка. С другой стороны, вы, с другой стороны, считаете, что человек обязан вас поддерживать. С одной стороны, что вы самостоятельно не отправляете. Что означает, опять же, что вы, в той или иной степени, зависимы от других людей. Дальше. Я не могла никому рассказать, даже лучшим друзьям. Вот, что это для лучших друзья такие, если им нельзя рассказать свои проблемы. И эту поддержку я ожидал получить от моего парня. Вот, на каком основании, Валерия, вы ожидали что-то получить от моего парня? На каком основании? Просто, вот, на каком основании вы чего-то ожидали? Это первое, да? Второе, что необходимо разобрать, это то, как вы восприняли свои проблемы. Под здоровьем. Понимаете? Болеть это всегда нелегко, это понятно. И, действительно, когда человек болеет, он чувствует себя слабым. Ну, слабее. Но, и да, действительно, иногда хочется поддержки. Но, не всегда люди могут поддержать, не всегда люди хотят поддерживать. И это нормально, нормально. И, как бы, желание поддержать человека в той или иной степени зависит от того, какие отношения между этими людьми. То есть, забегаясь чуть вперед, я скажу, что между вами и вашим мужчиной, и между вашим мужчиной и его другом сложились разные, в сути, свои отношения. И именно разность этих отношений привела к тому, что вас молодой человек не поддерживал, а своего друга поддерживал. То есть, вам здесь стоило бы задуматься о том, насколько вы адекватно представляете своему молодому человеку. То есть, той ли он вас видит, какая вы есть, и принимает ли он вас той, какая вы есть. С другой стороны, если вы считаете, и именно вот с точки зрения ценности, и с точки зрения убеждения, что ваш партнер, то бишь парень, должен вас поддерживать, да, то, ну, очевидно, в таком случае, что молодой человек вам не подходит. Опять же, нужно иметь определенное мужество для того, чтобы это признать. Дальше. Так. Он как раз в это время отсутствовал, но не оказывал никакой поддержки. Он в это время отсутствовал, но не оказывал поддержки. То есть, вы имеете ввиду, что он, по вашему мнению, должен был оказывать поддержку на расстоянии. Опять же, с чего вы решили, что он должен был ее оказывать. Он был постоянно занят, только для меня. Ну, вот здесь, если честно, мне очень сильно показалось, что вы, ну, обесцениваете себя, что ли. То есть, мне очень сильно показалось, что у вас такая вот очень заниженная самооценка, мол, типа, вот он все время для меня занят, вот, я все время для него, ну, не на первом месте. Вот. То есть, обычно, такую, обычно так себя чувствуют люди, люди, которые вот в той или иной степени себя обесценивают. Вот. И люди, которые испытывают некоторые сложности с самореализацией. Дальше. Хотя по мне было видно, что я была на грани эмоционального срыва. Валерия, здесь у вас, к сожалению, очень сильно ситуация напоминает, жертвуя ситуация напоминает такого, такую, знаете, истерию, то есть, типа, я на грани нервного срыва, помогите мне. Молодой человек, это все же не психолог, и молодой человек, это все же не специалист. Да, молодой человек, это чувак, это ваш близкий, ваш близкий, который не может порой оказать помощь в таких серьезных вещах, как эмоциональный срыв, эмоциональный срыв. И в этом случае вам стоило бы обратиться к специалистам за помощью, которые бы вам помогли. С другой стороны, то, как вы представляете свое состояние здесь, это выглядит так, что вы относитесь к своим проблемам, как я уже сказал, несколько специфически и считаете, что вам должны поддержаться. То, как вы относитесь, то, как вы представляете себя здесь, сможет отличаться от того, как вы представляете себя, как вы, ну, еще вы представляете себя в реальной жизни. И весь контекст этой ситуации можно будет выяснить только после диалога с вами. Но когда вы говорите, по мне было видно, что я была на грани эмоционального срыва, да, вот, по вам было видно, то почему-то вы думали о том, что молодой человек вас не поддерживает, а не о том, чтобы позаботиться о себе самой. То есть есть ощущение, что вы эту ситуацию как бы использовали для того, чтобы проверить своего молодого человека. Вот. Вот. Еще в тот момент у меня была очень большая обида на него. А из-за чего обида? И вообще, эээ, почему вы обижаете? Вот давайте, Валерия, мы с вами сразу определим, а для чего и почему вы обижаете. Эээ, как это происходит, Валерия? Вот. Вам мой коллега, эээ, Кутришев Игорь Леонидович, рассказал механизм обиды. На мой взгляд, рассказал хорошо. Я немножечко с другой стороны подошел к раскрытию обиды и предложил немного иной взгляд. Но в целом, это не, эээ, это скорее коррелируется с тем, если что, эээ, написал коллега. Сейчас, когда вы знаете, что есть обида, попробуйте, попробуйте, эээ, посмотреть на свою большую обиду по отношению к молодому человеку и скорее всего не первую. Вот с этих точек зрения. Или с этой точки зрения. Эээ, когда я ему высказал это, смотрите, эээ, вот опять же. Эээ, здесь у меня сложилось такое впечатли, впечатление, эээ, что вы очень долго, эээ, терпели. Вы очень долго держали все в себе, вот, эээ, и, эээ, не выдержали, не выдержали. Вот, если это так, если это действительно так, почему вы терпели? Почему вы не выдержали, не выдержали свои эмоции, свое состояние в реальном времени? Эээ, ведь правильно же я понимаю, что вы этого не делали? Правильно же я понимаю, что вы как раз таки, эээ, так, своего рода, эээ, вулканообразно, ээээ, высказали ему то, что, ээээ, ну, то, что вас... беспокоило. Вот вопрос заключается именно в том, почему. Почему это было именно вулканообразно. Дальше. Так. Эээ, он утверждал, что я не просила поддержки, что он не умеет поддерживать людей, не знает, что сказать, наводил примеры из жизни. Я тогда решил для себя это, наверное, человек действительно не знал как, да и не думал, что мне тяжело. Ну, то есть вы, эээ, подошли к этому вопросу с точки зрения рационализации. Вот, вы себе что-то объяснили и вроде бы всё стало хорошо. Ээээ, это в некоторой степени не совсем верная позиция, потому что вы отказались, опять же, взять ответственность за свои переживания и за свои чувства. С одной стороны. Вот. А с другой стороны, с другой стороны, сравнивая себя с его другом, вы думаете о том, что если вы человек такой достаточно скрытный, скажем так, достаточно не выражающий свои эмоции, то молодой человек может, вот именно поэтому и не знать, как вас, как вас поддерживать, потому что вы, эээ, с ним в отношениях не настоящая. Понимаете? А вот друг в отношениях, эээ, с вашим молодым человеком, друг молодого человека, он настоящий. И человек, который ведёт себя естественно и который ведёт себя более эмоционально раскрепощённо, легче поддержать, чем человек, который ведёт себя достаточно закрытым. Я, конечно, сейчас занимаюсь чисто предположениями, но надеюсь, что вам это поможет. Сейчас, после двух лет, у него друг попал в аварию, без травм, ущипа просто побил машину и расстроен. Так мой парень носится, носится с ним и переживает, говорит, что нужный опыт. Да, всячески помогает лавами, проводит время с ним и так далее. Почему вы сравниваете себя с другом? Я не могу сказать, что моя обида вернулась. Вот, это противоречит тому, что я напишу в заголовках своего аудио ответа. Просто для себя пытаюсь проанализировать, почему он так поступил тогда. Оказывается, что всё он умеет и поддерживает, и сказать правильные слова. Правильных слов не бывает. Просто со мной не хотел, наверное. Или не мог. Почему вы считаете, что те слова, которые подошли его другу, подошли бы вам? И кроме этой ситуации он не оказывал мне поддержку в другие или хоть менее трудные моменты. Это значит, что обратно не считает, что вы в этой поддержке нуждают. Почему? Ответ следует искать в вашем поведении. У нас сейчас стоит вопрос о свадьбе и будущих детях. Что значит вопрос? Вопрос о свадьбе и будущих детях не стоит. Люди либо хотят этого, либо нет. Я его люблю. В чём проявляется ваша любовь? Но, не знаю, возможно ли строить семью с человеком, который не окажет поддержки, когда нужно? Почему вы считаете, что семья – это поддержка? Обязательно. Хотелось бы, чтобы вы помогли мне разобраться с ситуацией. Может, это я ошибаюсь. Действительно нужно говорить человеку, что мне нужна помощь. Человеку действительно нужно говорить, что вам нужна помощь. И человек действительно может поддержать. Но только в том случае, если он сам чувствует, что вы в этом нуждаются. Если вы ведёте себя так, что человек не ощущает того, что вы нуждаются в поддержке, то и поддерживать вас, конечно же, он не будет. В целом, мне думается, что не очень зрелые у вас чувства к своему мужчине. Именно не очень, не очень, не очень зрелые чувства. То есть, оно больше вот такое, знаете, оно больше направлено на то, чтобы получать. То есть, вам вот хочется получать что-то от своего молодого человека, а не отдавать. И не то, чтобы я считаю, что это плохо. Не то, чтобы я считаю, что это плохо. Но это в некоторой степени вредит отношениям вашим с младым человеком. Вот. И в некоторой степени это будет мешать вам в дальнейшем. Вот. Понимаете? Такая штука. Поэтому вы можете сейчас заняться, в общем-то, личным работом своим. Вот. Вы можете заняться своим собственным развитием. Вы можете заняться, так сказать, более адекватным выражением своих чувств. Вы можете заняться вопросом своей самооценки, своей зрелости личностной впереди, чем создавать семью. И тогда, возможно, у вас ситуация нормализуется. Возможно, вы решите, что с молодым человеком вам этим дальше не по пути. Кстати, еще очень важный вопрос. А для чего вам семья идет? Ну, то есть, зачем? Вот какое значение вы вкладываете в эти моменты, в эти аспекты? Тоже очень важно. То получится, как с поддержкой. Ожидали от них не одно, а в итоге совсем другое. И все. У вас гигантская обида на не только уже молодого человека теперь, но и на детей. Вот. В целом, как мне кажется, основной момент, такой вот наиболее делегатный, это в том, что вы пишите мне, мне была необходима поддержка со стороны. И то, что вы не стесняетесь рассказать о том, что вас это беспокоит своим лучшим друзьям. Я не думаю, что лучшие друзья это те, кому вы не можете что-либо рассказать. И я думаю, что вот потребность поддержки, да, она, ну, она должна быть адресована тем, кто может поддержать вас, кто хочет это делать. А не требовать ее от тех, кто по статусу, в кавычках, должен вас поддерживать. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Вы можете разобрать вместе со своим молодым человеком, вы можете обратиться за консультацией к психологу, вот, вместе вдвоем. И вместе вдвоем разобраться с проблемами, которые вас беспокоят. Я вам желаю всего самого доброго и надеюсь, что ваша ситуация разрешится. Я вам все равно. Продолжение следует...